С какими проблемами сталкивается бизнес полуострова? И как он будет их решать? Насколько сейчас важна помощь государства? И почему крымские предприниматели уверены в том, что сейчас перед ними открываются широкие возможности для развития? Специальный репортаж Анастасии Калугиной. Анастасия Калугиной. Заменяют детали. Предприятие – крупнейший производитель полиэтиленовых изделий в Крыму. И не только полиэтиленовых. Некоторые машины высокого класса способны создавать еще и продукцию из металла. На предприятии трудится 300 человек, половина из которых – люди с ограничениями по зрению и слуху. Пакеты различной прочности – бахилы, тепличная пленка, розетки, прищепки, другие изделия. Все это на начальном этапе – лишь смесь из крошечных гранул. Это смесь материалов, вторичных материалов, которые мы используем для производства пакетов для мусора. Здесь ряд различных материалов. Как свои возвратные отходы, как и приобретенные от наших поставщиков в Краснодаре. До воссоединения с Россией на предприятии сотрудничали с европейскими поставщиками сырья. Сейчас переориентировались полностью на российских. Вот так выглядит одна из смесей. Более того, здесь на предприятии технологи даже разработали специальные формулы, в том числе с добавлением мела. Это ускоряет биоразлагаемость конечного продукта. И еще снижает стоимость продукта, что ценит весь крымский рынок. Сотрудничает предприятие и с другими российскими регионами. А теперь интерес к крымскому производству возвращается у заказчиков из Мелитополя. Много звонков из Запорожской области от людей, потому что мы понимаем, что после проведения спецоперации там людям нужна и пленка сельскохозяйственная, даже вплоть до того, что окна закрывает. И нужна продукция очень много, в том числе и электрика. Поэтому очень ждем, с нетерпением ждем, когда это возможно будет уже на государственном уровне, чтобы и платежи проходили. А этот бизнес, который продвигает другой бизнес, сейчас развивается как никогда. Виртуальный успех в сфере IT-технологий. Эксперты уверяют, сейчас настало время, когда отечественные специалисты заинтересовали российских заказчиков, сместив зарубежных исполнителей работ. На производство веб-сайтов вырос спрос, ведь российские предприятия-заказчики сейчас еще более заинтересованы в продвижении своего бизнеса. Большая часть программного обеспечения, которое сейчас есть, мы используем уже отечественное. Потому как использовать зарубежное, это просто небезопасно для бизнеса, с которым мы работаем. Банально по причине того, что оно может отключиться в любой момент. Впрочем, пока у одних кривая спроса устремляется все выше, другие переживают, что спрос наоборот начнет падать. Недавние колебания курса доллара пошатнули стабильность работы предприятия Яны Морозовой. Она помогает собирать будущих мам в родильный дом. Отшивает одежду для новорожденных. Производства расположены в Воронеже и Симферополе. Поставки тканей из Иванова и Казахстана. Именно они и подняли цены на сырье. Вот как пример, человечек или слипик их называют, который мы шьем. Была цена у нас до роста 450 рублей. Мы успели закупить ткань, опять же, по максимальной цене. И сейчас у нас цена на эти комбинезоны 650 рублей. Да и вообще с такой проблемой столкнулись сегодня многие предприниматели. Закупили сырье по завышенной цене, переживая, что доллар снова вырастет. А он, напротив, упал. Но цены на товары предприниматели теперь не могут понизить. Ведь тогда уйдут в минус. А покупатели тем временем обвиняют многих в спекуляции. Но это не всегда так. У меня есть кредиты. Я брала в фонде микрофинансирования. И первый вопрос был мой, это на то, чтобы увеличить срок. Либо какую-то дать отсрочку, потому что большая нагрузка идет. Но, к сожалению, мне отказали. Вместе с тем в Министерстве экономического развития Крыма перечисляют возможные варианты поддержки бизнеса. Разработаны программы микрофинансирования и кредитования. Бизнес может получить до полутора миллионов рублей под ставку 8,5%. Продвлены сроки оплаты налогов, приостановлены проверки. В мае-июне в Крыму молодежь до 25 лет имеет возможность получить грант на развитие своего дела. До полумиллиона рублей с условиями софинансирования четверти этой суммы. Также понижены ставки для тех предпринимателей, которые занимаются импортом и экспортом. Кстати, с крымчанами не перестают сотрудничать зарубежные партнеры, которые приезжали с бизнес-миссиями. В большей степени все цепочки, все связи остались. Понятно, но исходя из того, что где-то временно перестроилась логистика. Но хотел бы остановиться отдельно. В этом году была у нас бизнес-миссия в Арабские Эмираты. Буквально на прошлой неделе коллеги участвовали в бизнес-миссии в Армении. Показали хорошие результаты. И все заинтересованы в получении той продукции, которую производят сегодня наши экспортеры на территории Республики Крым. Да и вообще сейчас крымчане стали своеобразным примером стойкости, выживания и даже, напротив, активного развития в непростых условиях санкций. Вы заслуженность, мы мастера спорта по преодолению всех санкций, барьеров. Теперь мы у вас учимся, потому что Россия теперь один большой Крым. Плюсом для всех предпринимателей стала биржа импортозамещения, которую запустил российский Минпромторг. Это интернет-ресурс, где каждый предприниматель может опубликовать свои запросы на приобретение товаров, а поставщик предложить отечественный аналог продукта, детали, конструкции. В реестре поставщиков уже начал публиковать свои предложения и Крым. Пока в списке мороженое, всевозможные установки для производства молока, медицинские шкафы. Но это только начало. Сервисом воспользоваться может абсолютно каждый бизнесмен. Ассортимент крымской продукции, к примеру, можно расширить и вот такими отечественными электроприводами. Их разрабатывают ученые физико-технического института КФУ. Установки применяются в станкоинструментальной промышленности, одной из важнейших в стране, в энергетике, в сборке электротранспорта. Для крымских разработчиков фактически освободилась ниша, которую ранее занимали конкуренты из других стран. Крым находится под санкциями последние 8 лет непрерывно. Для нас мало что меняется. Мы даже надеемся, что станет даже немного лучше, потому что какие-то, может быть, крупные партнеры зайдут в Крым. Идеи российских предпринимателей стараются максимально поддерживать на государственном уровне. Для этого, к примеру, в стране летом проведут масштабный форум. Сильные идеи для нового времени. Он призван сформировать содружество инициативных людей и объединить 100 самых сильных идей, которые помогут в достижении национальных целей. А 10 лучших идей и проектов представят руководству страны. Крымское правительство предлагает бизнесу активно участвовать и подавать заявки. Сделать это возможно до 22 апреля. Телерадиокомпания «Вести Крым» также не остается в стороне. Чтобы помочь нашему производителю заявить о себе и своем деле, мы запустили акцию «Вести Крым. Выбирай наше». Вы можете снять короткий ролик о себе и своем производстве и отправить в наш телеграм-канал. Ссылку вы сейчас видите на экране. Участвуйте смелее. Мы за продвижение вашего бизнеса. Анастасия Калугина, Денис Ноздрюхин, Денис Харламов, Владимир Доненко, Евгений Чучко. «Вести Крым». Крым.